Работа над каким-то памятником вам особенно запомнилась? Каждый памятник имеет какую-то историю, поэтому много всяких с ней связано, там, переживаний, проблем, задач. Бывает фонументальную работу, показываешь эскиз, сразу понравился заказчику, слепил кастелине, сразу понравился, слепил модель, сразу понравилось, с первого раза все принимает. А бывает, да, бывает, рисуешь эскиз, вот Вернадскому, например, это вот Багров смотрел там долго, там несколько рисунков приносил, все они как бы не знали, как же они хотят Вернадского сделать. И вот это вот сложное для скульптора, это в общем-то многие скульпторы говорят, что нужно требовать, чтобы заказчики сказали, что они хотят, как они хотят. Потому что вариантов миллион. И что, ты будешь миллион делать эскизов? Ну как бы, ну... Но Вернадский очень такой престижный заказ, серьезный, и как бы, я и мечтал давно его сделать. И поэтому, как бы, я рисовал, рисовал долго-много, но в конце концов остановились. В конце концов, Багров сказал, что хотят его в качестве ректора изобразить. Не в качестве ученого там, или философа, или мыслителя, а в качестве ректора, который вещает то ли студентам, то ли народу. То есть, когда уже заказчик сам определился, тогда вот уже и получилось. Расскажите, пожалуйста, об особенностях своей техники. Я делал работы в разных материалах и в дереве, и в мраморе, и в граните, и в бронзе, и в алюминии, там, не знаю, в керамике. Вот. И просто, когда деревянную скульптуру очередную вырезал, положил на кусок мрамора мастерской. И подумал, вот может быть сочетание. А перед этим, до этого, за год, ну, в 90-м году я сделал портрет, женский портрет, и там была из гранита одежда, а из мрамора тело. То есть, уже как бы у меня в этом ключе уже, ну, уже были замыслы. Вот. В сочетании материалов. И поэтому у меня включился вот в мастерской, когда положил деревянную скульптуру на мраморный блок, сразу же возникла эта мысль, что можно сочетать. Значит, то есть, что дерево может быть как тело, а мрамор как одежда. Люди говорят, там, или художники даже, или зрители, что, ой, да это уже так делали, там, и в Древней Мегипте делали, и в Греции делали. Ну, как-то вот люди просто некомпетентные. И я специально, когда это придумал, везде копался в книгах, везде у всех спрашивал, где он-то, кто-то не делал. В Москве там и немцы, и французы спрашивал у них. Потом Германию я возил скульптуру на выставку из Симферополя. Тоже там у немцев спрашивал, у художников, все мне говорили, что никто не видел никогда работы в этой технике. А в Египте там красили, там из камня вырезали и красили. В Древней Греции то же самое. Слоновая кость там была, и металлы, то есть, и мрамор красили, и в Древнем Риме. То есть, это все были вкрашенные. У меня абсолютно не используется краска никакая. Только натуральные материалы. С этой работой, как бы, любопытная история в здании скульптуры. Начинается замысел, а замысел какой-то, когда появляется в голове, его сразу зарисовываешь на бумаге. Потому что бывает иногда нет возможности зарисовать, и думаешь, ну вот, потом домой приду, зарисую. А уже забудешь. Забудешь, ты можешь помнить, что ты хотел сделать, но ты забудешь изюминку, как бы. В чем смысл, в чем акцент, как бы, этого произведения. И поэтому, как-то так можешь нарисовать, потом и непонятно. И поэтому, сначала, вот, я зарисовал эскиз. Ну, их там стопка, их там штук сто все время у меня лежит, этих вот зарисовок. А потом, в следующем этапе, уже начинаешь лепить пластилине. И здесь, как бы, парадокс произошел в том, что слепил эскиз и не нравится. Все плохо, все нехорошо. Спереди так интересно, может быть, а сбоку, со сторон, некрасиво, неинтересно. Поэтому, я выбросил, потом, года через два опять вспомнил, об этой скульптуре опять слепил эскиз. Опять мне все не понравилось, опять выбросил, потом опять, года через, не знаю, три или через, не знаю, через пять, не помню. Лет десять, наверное, прошло, пока я слепил эскиз и мне понравилось. То есть, как-то так вот, это у меня вот единственная работа, которую я так долго делал. Тут у меня девяносто пятый год, а тут две тысячи двенадцатый. Как вы видите развитие камерной скульптуры в современном крымском искусстве? Ну, к сожалению, последние тридцать лет, как-то так, может даже и не тридцать, может и десять лет. Скульпторов в Советском Союзе в Крыму было десятки, ну, больше двадцати, во всяком случае. Сейчас человека три или пять. Опять-таки, почему? Потому что нет заказов, нет спроса, маленькие произведения не покупают, потому что народ бедный, но в Крыму. Вот у меня в Москве сорок выставок было, так там в десять раз быстрее покупают, в два раза дороже цена и покупают в десять раз быстрее, чем здесь. Вот как бы собирался в Москву переехать по этому. Там что-то восемьдесят галерей, тогда было, лет двадцать назад, не знаю, как сейчас, восемьдесят галерей. А у нас, значит, в Симферополе ни одной галереи. Это позор нации просто. Ни одной галереи. Это просто смешно. Симферопольские художники ездят в Севастополь, потому что там есть штуки две или три галереи. Выставочных залов фактически два. Вот у вас в художественном музее и в доме художника. Поэтому, если заберут еще в доме художника зал, то это будет вообще дикость просто. Будет, как мы, как в лесу. В лесу только вот один музей есть. В галереи необходимы, потому что художнику для того, чтобы развиваться, нужно не заниматься бизнесом, то есть продажей своих работ. Как иногда говорят, знаете, кто такие художники? Кто? Художники – это продавцы картин. Вот так. Такое определение художников. Это же просто ужас, просто маразм какой-то. Вот художнику нужно работать в мастерской, встречаться с друзьями, обсуждать какие-то творческие задачи. Вот. Тогда идет развитие какое-то, выставляться, а не стоять на набережной и продавать свои пейзажи. Или общаться много где-то, искать покупателей. Вот. Тогда у него уровень картин в десять раз ниже, чем если он занимается только творчеством. А реализацией работы должны заниматься какие-то специальные люди. Или галерейст, или какой-то менеджер, то есть кто-то. В Москве это существует, хотя считается, что в Москве нет рынка вообще. Нет ни галерейного никакого. То есть все это на средневековом уровне. Но, тем не менее, там хоть что-то. А в Крыму вообще, мы тут как в болоте просто. Поэтому, допустим, я вот дерево с камнем делаю, а средний зритель, он, и даже он не видит ни оригинальности, ни, не, не знаю, ни качества. Потому что ни с чем сравнивать. Нет ничего. Ни бронзы, ни гранита, ни мрамора. Никаких скульптур нет, чтоб сравнивать. Я вот в Манеже у меня 40 выставок был, а так. Там, значит, 90 процентов художников выставляют бронзы. 99 процентов. Сплошная бронза весь Манеже. Только у меня вот дерево с камнем стоят. Поэтому мне потом часто многие говорят, что я захожу, смотрю, в конце, там, через 200 метров скульптура стоит дерево с камнем. Я знаю, это Никитин. Вот. То есть, как бы, вот элемент узнавания присутствует. А здесь человек смотрит и думает, ну, это что-то такое. Вот бронзу, где же бронзу. Вот как бы люди так, стереотипами как бы мыслят. Я имею ввиду средний зритель. Поэтому у нас, вот у меня персональные выставки бывают, я не выкладываю книгу отзывов. Потому что, что может зритель средний написать? Он практически ничего не видел. Картины видел? Картины много, да. У нас живописцев много, и школ очень высокого уровня. А скульптуры это, в общем-то, нет. Там два-три скульптора. Поэтому, в принципе, нужно обеспечивать или заказами скульпторов скульптурными, или покупать у скульпторов скульптуру. Тогда скульпторов будет не три, а десять хотя бы. И тогда уже будет хотя бы что-то, потому что все познается в сравнении. Если человек не слушал оперы раньше, то он, когда первый раз услышит оперу, он вообще ничего не поймет. Он не знает, хорошо это или плохо вообще, имеет это смысл слушать и записать или нет. Поэтому и здесь, и в искусстве так же. Все надо сравнивать. Как мы видим, какие у нас художники, какой хороший художник, какой плохой, в сравнении с другими художниками. А если только одного художника показывали, так люди бы и не знали, хороший он или плохой. Ничего, все в сравнении. Также высокий, низкий, красивый, не красивый. Все относительно.